Участник войны в Украине, российский десантник Павел Филатьев, с трудом вернувшись с поля боя, написал книгу под названием «Зов», в которой рассказал все, что видел своими глазами. Бардак, бездарное командование и нежелание убивать. Военнослужащий рассказал, что после того, как опубликовал книгу, в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Уезжать из страны Филатьев при этом не планировал, однако, по его словам, его уговорили это сделать. Сейчас он находится за границей. В этом видео я озвучил некоторые отрывки из Зова по версии важных историй. Ссылка на оригинал в описании. Вот уже прошло полтора месяца, как я вернулся с войны. Я знаю, что нельзя говорить слово «война», его запретили. Так вот, это война. Наша российская армия стреляет в украинскую, а та стреляет в ответ. Там взрываются снаряды и ракеты. При этом гибнут военные с обеих сторон, а также мирные жители, которым посчастливилось жить там, где решили начать войну, называя ее спецоперацией. Безуспешно мыкаясь и подрабатывая в разных местах, в августе прошлого года я принимаю решение вернуться в армию. К 33 годам я так и не имею своего жилья. Мне приходит приказ прибыть в часть в Крыму. Спустя дней 10 выдают форму, но только летнюю. Берцев нужного размера нет, из-за чего иду и покупаю себе берцы. На утреннем построении начинаю приходить в ужас. На плацу развивается два разодранных флага РФ и ВДВ, из колонки уныло играет гимн, а половина военнослужащих его не поет. В середине октября начинают выдавать демисезонную и зимнюю форму, но только поношенную и размеров нет. Я отказываюсь получать поношенную форму не по размеру, из-за чего начинается обострение отношений с командованием. Бунтарей тут не любят. После ругани с Ротным иду и покупаю себе бушлат. Ротный начинает мстить, пихая в наряды через сутки. Прибываю на площадку для учебных прыжков с парашютом. Ночью был минус, ехали в открытых КамАЗах. Все приехали одубевшими от холода. Многие военнослужащие были без теплой одежды, кто-то не получил, кто-то отказался получать поношенную, либо форму не по размеру. На следующий день просыпаюсь, у меня жар, двустороннее воспаление легких. В течение недели в инфекционное отделение поступило около 30 военнослужащих моей части с диагнозами ОРВИ, бронхит, ангина. Все присутствовали на прыжках. Весь этот бардак достал. Пишу жалобу в Министерство обороны. Мое командование военной части 81505 не соблюдает мои права военнослужащего. Обеспечение себя формой наполовину легло на меня самого. Необеспеченность питанием. За три с половиной месяца моей службы я так и не имею записи в военном билете о том, что служу в этой военной части. У меня не закреплено оружие. За три с половиной месяца отсутствовали занятия, если не считать предпрыжковую допподготовку. Среди контрактников царит атмосфера апатии и 90% в курилках обсуждают, быстрее бы закончился контракт. Находясь на столь важном стратегическом направлении, вижу полнейшую анархию. На боевую готовность здесь лишь блеклый намек. Командование части после жалобы в Минобороны быстро состряпало разбирательство, где выставило меня как регулярно нарушающего дисциплину и как худшего военнослужащего в части. После ответа от Министерства обороны на мою жалобу, в котором мне пожелали крепкого десантного здоровья и рекомендовали следить за собственной дисциплиной, служить в этом царстве дурдома желание отпало окончательно. И это ВДВ, элита, резерв верховного главнокомандующего. Как сейчас обстоят дела в других подразделениях, страшно представить. В середине февраля моя рота, как и многие другие подразделения, была на полигоне в Старом Крыму. Смотря новости, я понимал, что точно что-то назревает. На полигон сгоняли всех, кто увольнялся или болел. С одной стороны, я не хотел иметь больше ничего общего с такой армией, где ты никто, а твои прописанные в законе права написаны лишь на бумаге, где твоя зарплата меньше, чем у грузчика в магните. Понимал и то, что армия небоеспособна. С другой стороны, я думал, что сейчас, когда что-то назревает, отказаться будет постыдно, равносильно тому, что струсил. Наша рота жила вся в одной палатке, человек сорок. В палатке нары, печка-буржуйка. Даже в Чечне быт был организован лучше. Питание в столовой еще хуже, чем в гарнизоне. Мыться там было негде. Те, кто приехал позже остальных, как я, не имели ни спальника, ни маскировочного костюма, ни брони, ни каски. Кому-то было нечем топить в феврале печки, негде было мыться, из-за чего люди ходили на море зимой. В итоге госпитали уже в феврале были забиты больными, и даже пришел приказ на запрет ложиться в госпиталь. Как только я увидел своего командира, задаю ему вопрос, где мой спальник и комплект ратник? На что тот ответил, что его нет, и где спать, и где брать амуницию, это моя проблема. Следующие несколько дней мы ходили на стрельбище. Там я наконец-то впервые взял свой автомат. До этого 4 месяца у меня вообще не было закрепленного оружия. Оказалось, что мой автомат со сломанным ремнем и просто ржавый. На первых же ночных стрельбах произошло затыкание патрона. Где-то 20 февраля пришел приказ всем срочно собраться и выдвигаться налегке. Предстоял марш-бросок неизвестно куда. Тогда большинство надеялось, что это означает окончание учений. В итоге мы приехали в поля, возле города Армянска в Крыму. Во многих уазах даже не работали печки. Уже тогда все были грязные и измотанные. Некоторые почти месяц жили на полигоне без каких-либо условий. Нервы у всех были на пределе, атмосфера становилась все серьезнее и непонятнее. Никто толком не понимал, что происходит, все гадали. 23 февраля прибыл командир дивизии и, поздравив нас с праздником, объявил, что с завтрашнего дня зарплата в сутки составит 69 долларов, примерно 7 тысяч рублей. Это больше 200 тысяч в месяц, плюс обычная зарплата. Это был четкий знак, что будет что-то серьезное. Когда мы осознали, что это не крымская операция «Вежливые люди» и не учения, а началась полноценная война, пересекая границу Украины под залпы ракет в сопровождении боевых вертолетов и самолетов, уже тогда стали говорить, что никаких денег такая работенка не стоит. 24 февраля я проснулся часа в два ночи в кузове КамАЗа. Колонна выстроилась где-то в глуши, все заглушили двигатели, фары выключены. Слышу грохот, гул, вижу, что небо стало светлым от залпов. Справа и слева от нашей колонны работала реактивная артиллерия. Было непонятно, что происходит, кто и откуда стреляет и по кому. Пошел тихий ропот, началось. Я почувствовал тревожное осознание того, что сценария «Крым наш» не будет. Появилось четкое предчувствие пиздеца. Я не мог понять, это мы ведем огонь по наступающим украинцам? Может по НАТО? Или мы нападаем? По кому ведется этот адский обстрел? Армия так устроена, что задавать вопросы там некому. Мне никто ничего объяснять не будет. Я могу лишь бросить оружие и побежать куда-то назад и стать трусом, либо идти за всеми. Сейчас я понимаю, что меня использовали. Где-то хитростью, СМИ и патриотизм, где-то силой, законы наказания, сахарком, зарплата, где-то похвалой, наградой и звания. Колонна заметно оживилась и начала медленно двигаться вперед. Я слышал стрельбу и взрывы в той стороне, куда мы едем. Мой Урал медленно пересек разбитый по гран-пост таможни Крым-Украина. Я увидел покореженные, дымящиеся или расстрелянные автомобили, проезжая границу. Показались указатели, надписи на украинском, флаги Украины. Вдруг мы резко останавливаемся на какой-то безлюдной дороге. Поступает команда к бою. Мы все резко, но неумело высыпаемся из машин и разбегаемся по сторонам дороги, занимая позиции к бою. Кто на колено, кто лежа, кто-то тупо стоит, потому что впадлу пачкаться. Хорошо, что команда ложная, иначе подготовленный противник хорошенько бы потрепал нас с такой выучкой. Все это время я ехал с патроном в автомате и готов был выстрелить в любого, представляющего опасность. Куда, зачем и почему мы едем, не было ясно. Было точно понятно, что началась настоящая война. Позже узнаю, что у нас приказ ехать на Херсон, захватить мост через Днепр. Стало понятно, что мы напали на Украину. Узнал, что у нас уже есть раненые и убитые. Потом низко над нами пролетел истребитель. Чей он, наш или нет, никто не понял. У командования связи нет. Командир говорил, что связи нет, хрен пойми, что происходит. Но главное, не ссать, сейчас мы поедем дальше. Он говорил это с напускной храбростью, но в глазах я видел, что он тоже в ахуе. 25 февраля готовимся выдвигаться. Вдруг появился начмед полка. Он ходил и искал, куда переложить раненого. Он увидел, что в кузове нашего Урала всего два человека, а кузов ровно уложен ящиками с минами, на которые можно положить раненого на носилках. Положил парня в бреду на ящики. Начмед сделал ему укол, завернул фольгу и сказал, чтобы мы смотрели. Если начнется кровотечение, перетянуть жгут. Похоже, что это был парень, которому свои же сломали ногу по воротам пушки на БМД. Он лежал и очень тихо стонал, постоянно говорил, что ему холодно. Потом мне сказали, что этот парень умер. Вместо того, чтобы, как в американских фильмах, эвакуировать его в госпиталь к прекрасным и заботливым медсестрам, мы везли его все дальше в тыл противника на ящиках с минами в Урале, в котором не было тормозов. В украинских населенных пунктах нас встречали редкие люди и провожали угрюмым взглядом. Было чувство тревоги и ощущение опасности от этих домов, одновременно с чувством уважения к их патриотизму. Я понимал, что если вдруг из одного из домов мне покажется опасность, то буду стрелять, не думая. Невнимательность или промедление, смерть моя или товарищей, сомнения опасны. Но в то же время мне не хотелось никого убивать. Мимо колонны по трассе ходили гражданские с сумками, очевидно, те, кто убегал от войны. В основном все шли и ехали из Херсона, куда мы сейчас готовились выдвигаться. Мимо нас уже проехали сотни автомобилей с видеорегистраторами, а некоторые через стекло открыто снимали нас на телефон. Какой же дурдом! На позициях по правой стороне дороги что-то начинает гореть. Минут через десять слева от нас тоже начинается пожар. Кто-то поджег слева и справа от наших позиций сухой камыш. Очевидно, что кто-то сделал это специально, и это точно не наши. Появляется какая-то злость на гражданских людей. Я понимаю, что мы тут незваные гости, но для их же безопасности им лучше держаться от нас подальше. Поэтому злит и удивляет поведение гражданских. Какого хрена мы вообще здесь делаем? Это не наша специализация. Мы не полиция и не ОМОН. Все настроены на столкновение с ВСУ, и никто не хочет объяснять гражданским, нахуя мы сюда приехали. Мы и сами не знаем. Рассуждать уже поздно. Ты на передовой, и либо ты, либо тебя. 28 февраля узнаю слух, что кто-то расстрелял гражданский автомобиль, который не останавливался из пушки БМД. В автомобиле была мать и несколько детей. Выжил лишь один ребенок. Смерть невинных гражданских была и будет в любой войне, но становится гадко в душе. Пока наши правительства выясняют между собой, как кому жить, а военные с обеих сторон являются их инструментом, гибнут мирные люди, их привычный мир рушится. Когда ты осознаешь это, не знаешь, как тебе поступить. Бросишь все и уйдешь, тогда станешь трусом и предателем. Продолжишь в этом участвовать и станешь соучастником смертей и страданий людей. У меня крутятся мысли о том, как мы будем штурмовать Херсон. Не думаю, что выйдет мэр города с хлебом и солью, поднимет флаг РФ над зданием администрации, а мы парадной колонной войдем в город. Насколько я слышал, Херсон – крупный город, если мы заедем туда колонной, то нам пиздец. Я знал наш уровень подготовки и организованности и готовился к худшему. Насколько же должны быть плохи дела в украинской армии, что наше командование решило, что мы возьмем наскоком этот город. Взять мы его должны были еще вчера. Вчера был эффект неожиданности на нашей стороне, но все как всегда. В мирное время бардак, а в военное он стал еще хуже. Сейчас по нам ожидается отработка градов противника. И очевидно, что тогда будет много двухсотых и трехсотых, ведь наших самолетов и вертолетов давно не видно. Связи нет, все устали и хотят спать, но умирать тоже никто не хочет. Некоторые усиленно роют окопы из последних сил, обливаясь потом. Нас здесь человек пятьсот, техника расставлена хаотично, роются окопы и траншеи. Понимаю, что окопы в песке точно не спасут нас от РСЗО. Хожу с комком в горле, понимая, что до утра могу не дожить. Подойдя к одной из групп, стою и общаюсь с ребятами, они рассказывают, что их в 11-й бригаде осталось в живых человек пятьдесят. Мне было обидно от осознания того, что я вот так бесславно умру под ударами РСЗО и контратакой ВСУ. Для нас это будет просто мясорубка. Мы истощены, мы не на своей земле, мы не знаем местность, связи нет, поддержки авиации и артиллерии нет, те, кто прорвался вперед, уже уничтожены. Где основные силы? Где арматы, сарматы, белые лебеди и все остальное дерьмо из пропаганды по ТВ? Вся подготовка наша была лишь на бумаге, техника наша безнадежно устарела. Мы, десантно-штурмовой батальон, отправлены на войну в уазиках. Огромное количество техники просто не смогло доехать до войны, а это всего лишь 200 километров. У нас даже тактика до сих пор такая же, как у дедов. С такими мыслями я набрел к очередному уазу моей роты, где кто-то добыл бутылку коньяка. Начинаем собираться на штурм Херсона. У ВДВ нет серьезной техники и вооружения, мы не основная армия. Наша общая численность на всю страну максимум 40 тысяч. Из них часть срочников и они находятся в гарнизоне. Где армия? Ехали недолго. Впереди показался маленький мост, это уже въезд в город. На мостике наша колонна выстраивается и застывает на месте. Идеальное место для засады. Колонна стоит на узкой дороге. Мы просто идеальная мишень на своих небронированных уазах. Стоим минут 20 не двигаясь. В итоге стали медленно двигаться обратно. Оказалось, что мы проебали нужный поворот. Начинает темнеть, приходит команда всем окопаться. Было очень холодно, начался мороз. Некоторые стали пытаться спать по очереди. Ни у кого не было спальных мешков. Поднялся сильный ветер и мороз стал пробирать до костей. Иду где-нибудь найти спальник. Некоторые находили какие-то картонки и тряпки, укрывались ими. Проходя мимо частных домов, вижу, что один из них был вроде как заброшен и не похож на жилой. Глядя на жилой дом рядом, находившийся в этом же дворе, стою и борюсь с желанием войти в него, попросить у местных одеяла. Если в доме не будет людей, то просто войти и взять что-нибудь, чтобы согреться. Спустя несколько минут отказываюсь от этой идеи. Реакция у них может быть самая разная. Чувство мерзкое от всего вокруг. Мы как твари просто пытаемся выжить. Нам и противник не нужен. Командование нас поставило в такие условия, что бомжи живут лучше. Я постелил одну клеенку на землю. Мы легли с пареньком, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Сверху мы накрылись другой клеенкой. Она не грела, но немного защищала от ветра. На следующий день мы прибыли в Херсонский морской порт. Все выглядели истощенными и одичавшими. Все начали обыскивать здания в поисках еды, воды, душа и места для ночлега. Кто-то стал таскать компьютеры и все ценное, что смог найти. Я не был исключением. Нашел шапку в разбитой фуре на территории, забрал ее. Балаклава была слишком холодной. В кабинете с телевизорами сидели несколько человек и смотрели новости. Там же они нашли бутылку шампанского. В офисах была столовая с кухней и холодильником. Мы, как дикари, съели все, что там было. Хлопья, овсянка, варенье, мед, кофе. Было абсолютно плевать на все. Мы были уже доведены до предела. Большинство прожили в полях месяц без любого намека на комфорт, душ и нормальную еду. Людей, не дав им после этого отдохнуть, отправили на войну. Каждый хаотично искал себе место для сна, шла ругань за очередь в душ. До какого же дикого состояния можно довести людей? За ночь мы перевернули все вверх дном. Встретил солдат, ломающих кофе-автомат в поисках гривен. Непонятно, нахрена они им сдались. 3 марта пошел слух о том, что мы поедем на штурм Николаева и дальше на Одессу. Я не мог этому поверить. Неужели наверху не понимают, что люди измотаны? Теперь до нас дошли слухи, что пехота из мотострелков массово отказывается ехать, поэтому у нас нет возможности отдохнуть. Появилась злость над казняков. Далее больше месяца был день сурка. Мы окапывались, по нам работала артиллерия, по ВСУ работала наша артиллерия, нашу авиацию почти не было видать. Мы просто держали позиции в окопах на передовой. Не помыться, не поесть, не поспать нормально. Все обросли бородами и грязью. Формы и берцы стали выходить из строя. Высокое командование мы не видели. Жрать было нечего, кроме сухпоев. Одна коробка на два дня. Объявили о том, что будут платить деньги за каждого убитого солдата ВСУ или подбитую технику, прям как раньше делали боевики в Чечне. Никто так и не привез нам новую форму, обувь, амуницию и теплую одежду. Пара коробок гуманитарной помощи содержали в себе дешевые носки, майки, трусы и мыло. По сути, до нас доехали лишь посылки от родственников и жен Феодосии. Но почему-то посылки не всегда доходили до адресата и были вскрыты. Лишь благодаря им мы стали хоть как-то нормально питаться чаем, кофе, конфетами и консервами. Кто-то стал стрелять себе в конечности или специально подставляться, чтобы получить 3 миллиона и свалить из этого ада. Нашему пленному отрезали пальцы и гениталии. Мертвых украинцев на одном из постов стали сажать на сиденья, давая им имена. Из-за обстрелов артиллерии некоторые села рядом практически перестали существовать. Все вокруг становились все злее и злее. Какая-то бабушка отравила наших пирожками. Почти у всех появился грибок, у кого-то сыпались зубы, кожа шелушилась. Некоторые стали спать на посту из-за усталости. Кто-то стал сильно бухать, непонятно где находя спиртное. Каждый раз при арт-обстреле я вжимался головой в землю и в голове вновь всплывала мысль. Господи, если я выживу, то сделаю все, чтобы изменить это. Мне не страшно было умереть, мне было обидно так нелепо отдать жизнь из-за этого дерьма. Непонятно ради чего, ради кого. Мне было обидно, что верхушки на нас насрать. Они всячески демонстрируют, что мы для них не люди. Мы просто как скот. Мне было обидно, что перед войной, которую они начали, сделали все, чтобы развалить нашу армию. Чувство, которое ты испытываешь, когда покидаешь зону боевых действий, неописуемо. Два месяца грязи, голода, холода, пота и ощущение присутствия рядом смерти. Жаль, что не пускают репортеров к нам на передовую. Из-за чего вся страна не может полюбоваться на десантников, заросших, немытых, грязных, худых и озлобленных. На свое бездарное командование, не способное заняться оснащением солдат даже во время боевых действий. Половина моих ребят переодевались и ходили в украинской форме, потому что она более качественная и удобная, либо своя была изношена. А наша великая страна не способна одеть, оснастить и накормить собственную армию. К середине апреля мне попала земля в глаза из-за обстрела артиллерии и начался кератит. Спустя пять дней мучений из-за угрозы потери глаза, когда глаз уже закрылся, меня все-таки эвакуировали. Фельдшер, отправлявший меня на эвакуацию с передовой, просил передать в медицинский отряд, что у него нет шприцев и обезболивающих. На передовой нет даже этого. Достаточно просто сравнить аптечку российского солдата и американского, теперь часто встречающуюся у ВСУ. Лучшей параллелью будет сравнение «Жигулей» и «Мерседеса». Нас привезли в одну из казарм, которая была определена под тех, кто выписан из госпиталя и направлен туда для ожидания отправки в часть. Там была сотня людей, вернувшихся с войны, у которых едет крыша после пережитого и ощущение счастья от того, что они остались живы и вернулись в цивилизацию. Кто-то сильно заикается, двоих видел с потерей памяти, многие там жестко пьют, пропивая то, что заработали, выезжая ночью к проституткам и прогуливая по 100 тысяч за сутки. Лечиться и покупать лекарства пришлось за свой счет. Два месяца я пытался добиться лечения от армии, ходил в прокуратуру, ходил к командованию, к начальнику госпиталя, писал президенту. Всем плевать, никто не помог. Ни страховок, ни лечения. Плюнув на все, я решил пройти военно-врачебную комиссию и уйти из армии по здоровью. Командование заявило, что я уклоняюсь от службы и передало документы в прокуратуру на возбуждение уголовного дела. Многих, беря на такой понт, пытаются отправить обратно. Их цель – ради новой звезды закинуть как можно больше людей назад, пусть без подготовки оснащения. Армия, в которой гнобят своих же солдат, тех, кто уже был на войне, тех, кто не хочет возвращаться туда, умереть непонятно за что. Полно погибших, родственникам которых не выплатили компенсации. Раненым и больным в большинстве случаев отказывают в компенсации и страховках. Больше половины полка нет, кто-то уволился по разным причинам, есть больные и раненые, погибшие. Есть даже те, кому до сих пор ничего не заплатили за службу по контракту, так как по документам их там не было, а письма в Министерство обороны не дают никакого результата. А 3 миллиона, которые мы называем путинскими, я не получил, как и многие другие. На счету моей карты за два месяца спецоперации у меня было 215 тысяч рублей. Главная причина неудачи российской армии в Украине в том, что мы не имели морального права нападать на другую страну, тем более на самый близкий нам народ. Когда все это началось, я знал мало людей, которые верили в нацистов и тем более желали воевать с Украиной. У нас не было ненависти и мы не считали украинский народ врагами. Вторая причина – это то, как все начиналось. Начинать спецоперацию с обстрелов территории Украины артиллерии, авиации и ракетами. На какой прием от гражданского населения мы рассчитывали, если люди 24 февраля проснулись от взрывов артиллерии, авиации и ракет? Кто ожидал, что после такого начала народ не сплотится против захватчиков? Третья причина – это ужасная коррупция и бардак в нашей армии, ее моральное и техническое устаревание. Карьерный рост возможен лишь при наличии связей и лояльности системе. В нынешней армии, чтобы не иметь проблем, надо молча делать то, что сказали, даже если сказали полную глупость. Офицеров до сих пор учат, как управлять армией по призыву, а не профессиональной армией контрактников, которые зачастую старше по возрасту, чем молодые офицеры. Отбор в армию далек от здравого смысла, устроиться тяжело, а уволиться еще сложнее. Заработная плата контрактника далека от достойной. Военные уставы написаны для армии прошлого и их до сих пор не приспособили к современным реалиям. Мы все там выслуживаемся, а не делаем армию сильнее. Многое наша техника устарела и ее недостаточно, а сложная система поставок новой техники не работает эффективно. Многое существует лишь на бумаге и в отчетах. Наша амуниция и форма неудобная и некачественная. Большинство военнослужащих покупают и переодеваются в американские, европейские образцы или даже украинскую форму. Почему снова, как в 1941 году, мы не готовы к современной военной реальности? Почему миллионы мужчин, служившие в армии, об этом знают и молчат? Большинство в армии недовольны тем, что там происходит, недовольны правительством и своим командованием, недовольны Путиным и его политикой, недовольны министром обороны, не служившим в армии. Большинство военных не хотят никого убивать и тем более не хотят войны. Но мы скованы патриотизмом, законами, чувством вины перед сослуживцами. Никто не хочет быть трусом. Мы не можем бросить оружие и сбежать. Я не вижу в окопах детей Скобеевой, Соловьева, Киселева, Рогозина, Лаврова, Медведева, зато постоянно слышу от них призывы убивать. Сын какого депутата Думы находится на войне? Их дети более талантливые и умные, чем дети рабочих и крестьян? Или родители не желают им такой судьбы, как у нас? Многие едут туда, потому что это хоть какой-то шанс заработать. Мы все стали заложниками многих факторов, таких как месть, патриотизм, деньги, долг, карьера, страх перед государством. Я считаю, что мы заигрались. Мы не ДНР и ЛНР присоединили. Мы начали страшную войну. Войну, в которой уничтожаются города и которая приводит к гибели детей, женщин и стариков.